Итак, трубочисты. Кто такие трубочисты? Для чего нужны трубочисты? Какие объекты обслуживают трубочисты? И для чего вообще нужна такая профессия? Итак, трубочисты это люди, которые занимаются обслуживанием дымоходов и вентиляционных каналов. Мы делимся на разные группы трубочистов. Есть трубочисты, которые обслуживают рестораны и торговые всякие помещения, которые обслуживают жировую вытяжку в этих местах. Эта работа имеет свои нюансы, такие как неприятный запах, работа с жировыми отложениями, там, соответственно, для того, чтобы снимать эти жировые отложения, нужно работать с кислотами, для этого нужна специальная одежда, специальный инструмент и, соответственно, опыт. Также есть в каждом помещении, как в жилых домах, так и в всяких государственных учреждениях, везде есть вентиляционная вытяжка, которую также обслуживает трубочисты. Но я, как трубочист, который работает только с печами в частных домах, соответственно, больше всего про это знаю, так как несколько раз я всего обслуживал рестораны, вентиляционную какую-то вытяжку чистил, вся моя работа заключена в работе с частными лицами, с дачниками и с людьми, живущими в частных домах. Если мне звонят, например, жильцы квартир, просят прочистить их вентиляцию, потому что у них, например, не тянет газовая колонка, перестает работать, я зачастую отказываюсь это делать, потому что в таких вентиляционных шахтах могут случиться, если это старый фонд жилой, может случиться завал кирпичный. Кирпич вытащить достаточно тяжело, для этого нужен специальный инструмент, такой тяжелый, бросает специальный гирю, грубо говоря, тяжелый бросает для того, чтобы его протолкнуть вниз. Если это не получается, то единственный вариант это через соседей долбить стену, сами понимаете, мало у кого получается от соседей получить такое разрешение. Соответственно, в жилой фонд, в квартиры, я даже не суюсь, я работаю только с частниками. Почему нужны трубочистые, для чего вообще нужно чистить сажу? Смотрите, сажа, оседая на поверхность дымохода, во-первых, является теплоизолятором. Чем больше сажи в дымоходах печи, в каналах, которые идут от печи к трубе, тем хуже греет печь. Если, соответственно, в котле та же самая ситуация, чем больше сажи отложений на ребрах котла, тем хуже котел будет работать. Сажа является не только таким теплоизолятором, не только в этом ее проблема. Также сажа может полностью забить дымоход, и дым пойдет весь обратно. В результате этого может случиться отравление, либо даже смерть из-за отравления угарным газом. Также сажа является горючим веществом. Если она загорится в дымоходе, то температура горения больше 1000 градусов, 1200-1300 градусов. И на моей памяти последствия возгорания сажи были очень такие, действительно устрашающие. Я не буду говорить про пожары, но если сажа загорит в дымоходе, то, например, я видел, когда 5-сантиметровая толщиной доска примыкала вплотную через азбестовый лист к дымоходу, а кирпич напоминает 12 сантиметров толщиной. То есть вот через эти 12 сантиметров была такая температура, что эта доска стлела настолько, что я смог ее кирпичом проткнуть. Просто 5-сантиметровая доска. Вы сами понимаете, какая температура. Соответственно, для того, чтобы это не происходило, нас вызывают трубочистки для чистки дымохода. Чистка дымохода бывает двух вариантов. Либо это чистка, когда у человека случилась проблема, и печь перестала работать, печь, котел там, не важно, да. То есть у него случилась проблема, печень работает, он вызывает трубочистки для решения проблемы. Либо это чистка профилактическая, потому что через определенное время нужно чистить дымоход, обслуживать его. Делается это вообще очень редко, потому что нас за этим особенно никто не следит. Соответственно, для профилактики также приглашают трубочиста, чтобы он посмотрел, в каком состоянии дымоход, какая труба на крыше, в каком состоянии, в каком состоянии печь. Потому что зачастую на крышу, после того, как ее сделали, кроме трубочиста, никто не поднимается. Поэтому, соответственно, у трубочиста есть еще вот такие вот возможности. Итак, я рассказал вам все о трубочистах, для чего они нужны, для чего нужно вообще чистить сажу. Переходим к следующему уроку. Продолжение следует...